Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу тему ромашек. Вы все любите ромашки, все девушки, все женщины. Будем учиться писать ромашки. Хочу обратить ваше внимание, что фиолетовое настроение фона и противостоящее ему зеленое настроение букета. Фиолетовый и зеленый это антицвета, поэтому живописность создана, активная живописность пятна. То есть, конечно же, редко бывает, что прямо на фиолетовом, зелененький. Ну вот, мы всегда можем никакой фон сделать фиолетовым и усилить зеленость зеленого для того, чтобы прозвучало в цвете. Здесь у нас разбавитель. Кисточку там не моем, только берем жидкость для разжижения. Там чистый разбавитель. Мы берем белило. Берем розовый. И ультрамарин. Получился внятно фиолетовый цвет. Этим внятно фиолетовым цветом, достаточно разжиженно, слякотно, наберем весь холст. Избавим холст от белости. Количество вещества кладем немалое, слякотное состояние краски. То есть, добавляем разбавителя. И вот эту слякоть вещества набрасываем на холст. Белило задают этому всему некую плотность. Плотность укладки не призрачность, а именно плотность. И еще синенького, и еще розовенького. Внизу чуть темнее, можно добавить в меньшей степени белило. Внизу за букетом. Не внизу на плоскости, а за букетом. То есть, достаточно элементарная задача, закрасить. Не элементарная. Соблюсти слякотный характер краски. Слякотный. Часто мы либо переварщиваем краски, либо не додаем. Протестировать наличие достаточного количества вещества можно. То есть, даже глядя с экрана, вы можете определить, нормальное ли количество краски у вас, или недостаточное. Прошло некоторое время, как я начал. Если к этому времени мастихину есть что раздавить на холсте, есть что давить, значит количество краски нормальное. Излишки краски можно будет потом убрать с холста с бритием. Вот то количество краски, которое на холсте у меня. Вы можете посмотреть, если у вас тоже вот эти сопельки формируются, значит у вас тоже количество вещества. Но не таким способом мы будем работать с фоновым пятном. Просто мастихином мы смогли протестировать. Мы возьмем тряпку, ком тряпки, ком, не сложенную, а именно ком тряпки превратим в подушечку, фигушку. И уже этой фигушкой начнем распределять краску по холсту. Распределяем. Не стираем краску с холста, а только распределяем. Увлажненность краски, слякотность краски нужна была для того, чтобы это распределение произошло красиво. Конечно, повторить каждый лепесток это нет смысла. Я повторяю идею. Вы видите, что даже не так. Я вам покажу, о чем идет речь. Цветок ромашки может быть таким. Так обычно вы и рисуете. Когда он смотрит прямо в нас вот таким образом, и вы чаще всего с равномерностью укладываете лепестки. Однако, наблюдательные из вас помнят, что у ромашек часто то листик в профиль к нам, то сгусток листиков. То есть, такое какое-то состояние ромашки. Нестабильное. Это одно проявление цветка. Мало того, вы видите, что они формируют чашу. Когда все лепестки, вот эти, допустим, чуть короче, они немножко смотрят на нас. А те длиннее, они смотрят во всю длину свою. А эти короче, они смотрят на нас. То есть, вот эту чашу цветка тоже показываем. Но ромашки не только чаши, а часто, вот как эти цветочки, у них отогнуты лепестки. куда-то назад. И вы видели и такую ромашку не раз. Или как эти ромашки в профиль. В три четверти, вернее. В три четверти. коротенькие смотрят на нас. А эти смотрят во всю длину. Ромашка в три четверти. и тоже этот растопыренный характер, то есть, нестабильный характер лепестков. когда вдруг вот такая щель. в три четверти. Часто художники кладут веточку на плоскость. И мы тоже. Он не положил, но мы положим. естественно, лепестки смялись. и отбросили тень на плоскость. Чуть-чуть вот эта тенечка под цветком. Растопырка листьев. тенечка небольшая и от самого самой веточки. здесь, допустим, веточка чуть видна светлым на темным. А здесь темным на светлым. может быть глуховато вот здесь пятно мы подложим туда немножко синечки. Слишком большое глухое пятно образовалось у нас там чуть иначе по позиции поэтому я чуть синечки добавлю и даже легкий намек на горлышко вазончика. Легенький такой. Может быть даже с оранжевинкой чтобы было понятно что золото присутствует не только внизу но и наверху. Так. рефлекс от светлых отражателей на теневую всегда на круглых предметах присутствует. намек на рисунок на орнаментный рисунок до на на Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, может быть и хватит... На том мы закончим сегодня... Приходите к нам еще... Еще раз напоминаю, что в нашем с вами общении появилось много пиратов, которые используют... Рекламируют... Рекламируют... От моего имени... И уроки, и материалы, и прочее, прочее... На экране сейчас появится список тех сайтов, тех контактов, которые связаны со мной... Не пиратских, а нормальных, достопочтенных... Обращайтесь туда... Ну и... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...